Президент Беларуси встречается с трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, российским сенатором Александром Карелиным. Из главного обсуждают важное сохранение памяти не только о Великой Отечественной, но и обо всех свершениях, которые объединяют народы двух стран ещё со времён Советского Союза. В частности, речь заходит о проекте спортсмена. Он посвящён 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх 1976-го. Подумал, интересно, а вот подготовить такой проект о жизни истории и так далее, сколько же у тебя группа людей работает? На самом деле, небольшая группа, главное же настроение. Я вот у вас был вчера в музее Великой Отечественной войны, три с половиной часа. И вот эти женщины-служители, одна из которых Е-72, на 48 лет служат на хванителе фонда. Когда на таких людей опираешься, то и постоянный состав не нужен. Надо их просто найти, дать им возможность, дать им звучание, фон. И вот так всё получается. Визит в Беларусь российского борца на этом не заканчивается. Следом Александр Карелин отправляется на Бобруйск-Громаж. Первым делом – знакомство с предприятием, презентация сельхозмашин, демонстрация успехов, экскурсия по цехам и, конечно, встреча с коллективом. Видно, что здесь очень расположены друг к другу и очень открытые люди. Люди рабочих профессий. И мне всегда интересно, не только учитывая, чем я занят, но, наверное, всё-таки памятуя о моём первом образовании автослесаря, мне всегда интересно посмотреть, каково это. Там, где работают, там, где работают с металлом, где создают сложные машины. Поэтому здесь находиться и мне самому интересно. Для меня это поучительно. Гости встречают искренними улыбками и аплодисментами. Конечно, на то есть причина. Александр Карелин – кумир миллионов людей и не только в Белоруссии и России. Легендарный борец обладает уникальными физическими данными и несгибаемым характером. Его называют «русский терминатор». Лучший среди атлетов мира 20-го столетия занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. За свою жизнь потерпел всего пять поражений, в копилке же 888 побед. Читаю до сих пор и интервью смотрю. Это очень интеллигентный, разносторонний человек. Он профессионал. Мне очень понравилось. Я горжусь, что я здесь сегодня присутствовала. Беседа искренняя и тёплая. В этом признаётся и сам гость. Вопросы от бобруйчан не заканчиваются. Александр Карелин много рассказывает о семье, о борьбе и, конечно, мотивации. Напоследок памятное фото с настоящей легендой спорта. Такая встреча вдохновит любого. И, может, скоро мы услышим о новом, уже белорусском терминаторе.